Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Vogue 2011 года выпуска Двигатель 2.2 турбодизель Автомат полный привод Пробег на автомобиле 105 тысяч километров Заменю на нем защиту топливного бака Или еще, как его называют, экран топливного бака В одном из видео было видно На экране появилась трещина Ну, как она трещина? Не трещина Появилось это то ли дефект заводской, то ли что И коррозия его разъела И один из подписчиков написал комментарий Автомобиль гнилой Нет, автомобиль не гнилой Даже нету намеков на коррозию На какую-либо Заказали экран Поднимаю автомобиль И меняем его Поднял автомобиль Вот у нас коррозированное место И вот Притом В двух местах Здесь есть стоки для грязи Но грязь, видать, попадает И сбор Здесь привел к такому Некрасивому состоянию Конструктивно Никаких изменений не несет Честно, эстетические Но чтобы его заменить Нам надо снять глушитель Нам надо снять кардан И нам надо снять вот эти щитки пластмассовые С одной стороны И с другой стороны Начинаю с щитков Откручиваю по периметру гайки Головка на 10 Открутил пять гаек И щиток у нас снят Точно так же со второй стороны На втором щитке тоже пять гаек И щиток тоже снят Для чего снимать У нас вот эти Крепежные ленты Здесь зафиксированы И у нас Экран Будем вытаскивать вот сюда Потому что сзади Немножко мешает Хвостовик Редуктора Следующее, что я делаю Я снимаю глушитель Для этого Ослабляю этот хомут И снимаю вот здесь Вот с двух сторон Подвесы глушителя С левой стороны у нас один А с правой стороны у нас два Снимаем подвесы Припускаем глушитель И сдергиваем его Подвесы снимаются легко Брызгаем силиконовой смазкой Немножко поддеваем Отверткой вот здесь Брызгаем под него Силиконом На всех соединениях И стягиваем И запрещать Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все, подвесы сняты Хомут спереди я ослабил, головка на 15 Все, здесь он у нас просто шевелится, никаких дополнительных креплений у нас нет Теперь мы просто берем потихонечку, приопускаем глушитель И начинаем его, покручивая, стягивать соединение Низко опускать не надо, чтобы перегиба там не было Опускаем ниже чуть-чуть кромки бампера И все, вот так вот немножко, откручивая из стороны в сторону Стягиваем его с разъема Я его на станине держу А вот теперь разъединяю при соединении это И снимаем глушитель Все, глушитель снят Часть у нас освободилась Но теперь самое основное у нас надо открутить и снять кардан Для этого мы кардан возьмем, пометим Кардан метим относительно шкива И точно так же кардан метим Тоже его надо будет откручить и целиком снять Тоже относительно шкива, говорю Относительно фланца Головка у нас Е10 Как спереди, так и сзади Болты одинаковые Берем и откручиваем По периметру снимаем все болты Откручиваем Открутил Теперь снимаем эти болты Вместе с планками Также открутил сзади И нам теперь остается открутить только подвесной подшипник Вот подвесной подшипник Сниму вместе с планкой И выведу Ну а сзади нам надо будет выбить кардан из фланца Откручиваю 4 болта Головка на 10 Поставил я стойку Чтоб кардан не провис и не упал Подвески Подвеска глушителя В накреплении на отдельном стороне Просто отводим остается нам только через отверстие здесь у нас вот оно отверстие подлезть и болтом показываю а вот у нас без резьбы отверстия ставим сюда болт восьмерочку м8 и потихонечку выбиваем кардан так как я кардан недавно снимал муфти халдик сменял масло и фильтр кардан у меня смазанный вышел легко теперь дело техники при опускаю кардан вот и все убираю гидростойку снимаем ну а теперь у нас крепление ленты вот у нас крепление ленты вот и также у нас крепление ленты сзади с одной стороны и с другой стороны единственное надо придумать как не перехватывать бак потому что я сейчас ленты ослаблю но я подожму бак через экран а экран то мне заменить надо бак с топливом полный и вот надо подумать а подумать здесь думай не думай мне нужно будет просить двух помощников чтобы они мне по бокам подержали бак а я смог перекинуть экран вот так вот или же что то я придумаю да ничего не придумаю здесь помощники нужны еще я смотрю с этой стороны экран он закруглен получится у меня его протянуть через редуктор да нет думаю получится если вдруг не получится тогда будет на редукторе вот этих два болта открутить спереди и сзади то есть спереди слева и справа ладно сейчас пока что-нибудь думаю придумываю и буду откручивать пока подожму бак бруском и откручиваю болты болты на 13 как спереди так и сзади откручиваю все болты думал думал и что я придумал между экраном и баком я монтажку протолкнул практически до конца сзади она у меня уперлась в экран через трубу домкратом я поджал эту монтажку и за счет этого у меня высвободился экран от бака вот он видно на два сантиметра отошел болтается если взять сейчас опустить видно экран у меня отходит от бак у меня стоит на месте и вот теперь мне надо этот экран сзади стянуть с бака в том месте где фланец на редукторе сейчас еще подумаю как подожму нет все таки как ни крути а вот те два болта на редукторе нужно откручивать поэтому беру я их откручиваю наклоню немножко редуктор вниз и у меня уже это должен сняться спокойно кручу головкой подлазить неудобно крутил долго накидной трещоточный ключ на 18 размачивал и откручивал оба открутил тупик